Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависсалом, и столь хвалимого, как он, от подошвы ног его до верха головы его, не было у него недостатка. То есть, драгоценные, видите, происходит нечто подобное, что со студентами из документального фильма Феликса Соболева, я и другие, когда показывают фотографию и дают установку, это известный ученый, умный, добрый, благородный, это опасный преступник, хитрый, злой, коварный. Вот это явно дана установка, и отсюда впечатление. Но этой явной-то установки часто нет, а она все равно есть. Даже когда мы не осознаем, где-то в нашем подсознании мы сравниваем, и подсознание говорит, о, о, это похож там на Серегу. Помнишь, сколько Серега тебе зла причинил? Не доверяй ему. Или, о, это похож на Серегу. Помнишь классного Серегу? Доверяй ему. И ты вот с этими установками смотришь человека, а тебе кажется часто, тебе кажется, что где-то внутри интуитивно ты вдруг унюхал, почуял, и потом вдруг раз в жизни те, кому мы доверяем, нас обманывают, нас подставляют. Мы все равно их пытаемся выгораживать. Послание говорит, нет, не может быть тот, кто похож на твою чудесную бабушку. Не может эта женщина быть ужасной женщиной. Она похожа на твою бабушку. И ты доверяешь. Тебя обманывают, а ты доверяешь. Тебя обманывают, а ты снова доверяешь. Почему? Потому что ты доверяешь тому, чему нельзя доверять. Ты доверяешь внешности человека. Ты смотришь на лицо. Как многие в Израиле смотрели на лицо Весолома. Какой красивый, какой чудесный. Как он говорит. Смотрите, как говорит-то он. Тут же не только лицо, тембр голоса и повадки человека. А еще, как бывает, человек себя уверенно ставит, уверенно себя ведет. Ну, конечно, он так себя уверенно ведет. Ему можно верить. И этот человек обманывает. Мы не хотим этому верить. Ведь он же похож на того чудесного человека из нашего детства или из нашей молодости. Не может такого быть. А нас обманывают, обманывают, обманывают. И что интересно, не только мы делаем выводы, доверять или не доверять, исходя из наших ассоциаций прошлого. И даже не только исходя из того, насколько по нашим пониманиям он красив или некрасив. На этом тоже строится наше доверие. Но даже мы строим наше отношение к человеку, доверять ему или нет, исходя из какого-то мира, книг, литературы или фильмов, которые когда-то смотрели. Вот, например, если человек похож на актера, который играл вот в том-то фильме доброго, честного, хорошего парня, то наше подсознание даже в этом случае говорит, о, этот хороший, он же похож. Причем даже ты можешь об этом не думать, не знать, даже не помнить этот фильм. Где-то в подсознании у тебя есть этот фильм. Этот человек похож на актера, который играл положительную роль в этом фильме. И ты ему автоматически доверяешь. Видите, насколько обман. И опять-таки, наоборот, точно так же, если человек напоминает другого персонажа из фильма, другого актера, который играл плохого, негативного человека, то ты опять смотришь и автоматически уже не доверяешь этому человеку. Видите, обманщик, живущий внутри нас. Обманщик, живущий внутри нас. Например, вот я, чье раннее детство прошло 70-е годы, помню вот эти фильмы, которые мы, мальчишки, смотрели. И помню актеров, например, фильмы такие, «Кортик, бронзовая птица». Помните эти фильмы, да? «Кортик, бронзовая птица». Можно вот главного героя этих фильмов показать сейчас на экране. Это Сергей Шавкуненко. Вот Сергей, помните этого мальчика, Сергея Шавкуненко? Еще там есть одна фотография. Я до сих пор помню, как вот этот мальчик, он, как обычно, был в пионерском гауссике, в красном, и он там, если там кто-то хотел что-то обмануть, как-то подвести, этот мальчик приходил, говорил, нет, не надо. Вот, ну, очень такой вот честный взгляд. Настоящий пионер. Вот, настоящий пионер Сергей Шавкуненко, да? Вот. И ты запоминаешь его, ты смотрел эти фильмы в детстве, в 70-е годы, «Кортик, бронзовая птица». И у тебя в подсознании откладывается образ этого мальчика, который связан с честностью, с добротой, с взаимовыручкой, с порядочностью. И когда ты в жизни встречаешь кого-то, чем-то похожего, вот, на этого мальчика, то ты невольно, подсознательно думаешь, хороший парень, как-то вот, вот, увидела его, и как-то вот, ну, доверяю ему как-то, вот, не знаю, а что. Доверяю ему как-то я. Вот, почему, не знаю, а вот доверяю, доверяю, и все. Хотя, если говорить про самого этого мальчика, который потом вырос, конечно же, и этот актер Сергей Шевкуненко, сыгравший главную роль и в фильме «Кортик», и в фильме «Бронзовая птица», и в других детских фильмах, позже стал криминальным авторитетом, позже стал известным рецидивистом, лидером одной из преступных группировок, которая была на улице Мосфильм в Москве, так называемая Мосфильмовская преступная группировка, вот он ее был организатором. И у него было пять судимости, он в общей сложности 14 с половиной лет провел в тюрьме, и в 95-м году был застрелен в криминальных разборках. Но ты, когда смотришь на его лицо, ты же не знаешь, что этот человек, ну, прямо скажем, гнилой человек, такой человек, с которым, знаешь, лучше не связываться, человек, который совершил все возможные преступления в своей жизни, но ты-то его видишь в фильме, где он играет честного, доброго, порядочного пионера, и у тебя вот где-то в подсознании это запечатляется. И встретив чем-то похожего на него, у тебя невольно рождается доверие. Ты думаешь, интуиция там где-то вот так вот что-то, или может там как-то ты как-то с человека считал, а просто сопоставилась внешность, внешность человека сопоставилась. Хотя сам этот человек, скажем так, обладатель оригинальной внешности, был далек от того, с кем хотелось бы иметь дело, но потом находишь похожих и начинаешь опять им доверять. Видите, насколько тут все просто и одновременно коварно. Как будто мы обманываем сами себя и связываемся с людьми, не стоящими доверия на самом деле, а доверяем им полностью. И наоборот, с подозрительностью относимся к тем, кому на самом деле можно доверить и нужно бы доверить, а мы с подозрительностью к ним относимся. И все только по одной причине, о которой Бог сказал Самуилу. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok